МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воздушные шарики, бумажные цветы, лозунги. Мир, труд, май актуальны и по сей день. Мы уверены в своих силах, сделаем все максимально комфортно и без такого. Акцию ко Дню Победы проводит одна из наринмарских компаний такси. Поездки для ветеранов 8 и 9 мая будут бесплатными. Православные всего мира отметили древнейший христианский праздник, главный в богослужебном году – Пасху или Воскресение Христово. Его дата в каждый конкретный год исчисляется по луно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. В этом году Пасха пришлась на 5 мая. На праздничную литургию в Богоявленский храм пришли сотни наринмарцев. Самое доброе чувство вызывает посещение церкви. У каждого человека должно быть душевее. Если есть вера, то значит человек сюда идет. Нужно для спасения человека. Вот не хочется. Попросить прощения за совершенные грехи, соблюсти традицию, хранившуюся в семье с детства, или просто почувствовать непередаваемую, благодатную атмосферу. У каждого, кто в эту ночь пришел в Богоявленский храм, свои особые чувства. Правда, попасть внутрь на пасхальное богослужение тем, кто пришел даже за час до полуночи, непросто. Богоявленский храм уже не может вместить всех желающих. Церковь наша уже стала маловато, наверное, немножко для собирающихся людей. Наверное, хочется видеть уже более такое массивное здание, потому что действительно город растет. Церковь строилась уже, ну, почти 20 лет прошло, как она построена. Вот когда мы венчались в том храме, и она казалась большим таким храмом. Теперь уже вот заходишь, кажется, что уже тесновато. Для Юрия Канева Пасха – праздник, знакомый с детства. Но кроме православных традиций, это еще и ассоциация с весной. Впрочем, несмотря на морозную погоду, в эту ночь у главной святыни Нарьинмара сотни горожан. Для меня это, наверное, самое святое. Не Новый год, не что так, не свято, не 8 марта. Вот Пасха, Пасха самое святое. Ну что, хочется, чтобы все люди были добрее друг к другу, чтобы прочувствовали друг друга, прощали. Не было обмана, не было воровства. Ну и верили. Пасхальный крестный ход – это уже добрая традиция. Пасха – главный праздник у христиан. Она символизирует воскресенье Христова. Заканчивается Великий пост. Теперь можно есть и мучную, и животную пищу. В течение недели все богослужения в храме будут совершаться по пасхальному чину. Царские врата в иконостасе остаются открытыми. Считается, что в эти дни перед верующими открывается духовный небесный мир. Антон Парахин, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В дни праздника Пасхи в Багевлинском храме появилась новая икона Божьей Матери. Согласно преданию, этот образ впервые был прославлен в 1688 году в Москве, где и хранится ныне. С иконы сделаны списки, которые разошлись по всей России и даже миру. Так, икона, которая прибыла в наш храм, была выкуплена благодетелем в Германии. Образ 17 века Палехского письма разместили в алтаре храма. На иконе изображена Богоматерь в сиянии мандорлы, окруженная людьми с различными недугами и скорбами, а также ангелами. И направленная благодетелем, заботившимся не только о собственном спасении, но и о святынях нашей отчизны, свидетельствует о том, что наша епархия действительно возрождается к вере и животворным началам святого православия. Еще один, не православный, но тоже без преувеличения, знаковый весенний праздник – Первомай. Традиционная демонстрация, как и во всей стране, прошла в Наринмаре. Школьники, студенты, трудящиеся, представители политических партий вышли на площадь Ленина. Всего собралось более 800 человек. Особенных требований к руководителям страны и региона не выдвигали. Поздравили друг друга с весной и разошлись. Этот праздник первыми отметили американские рабочие. Почти 130 лет назад, в 1886 году, они вышли на забастовку, требуя 8-часовой рабочий день. Митинг закончился кровопролитной стычкой. Через 5 лет традиция пришла в Россию. 1 мая 1907 года, свыше 400 рабочих Печорского лесозавода «Стелополярье» впервые вышли на однодневную политическую забастовку. Спением революционных песен и лозунгами «Да здравствует мир и свобода!» Один за всех и все за одного, они двинулись вокруг завода, обойдя его, разошлись. Впрочем, нынешний митинг мало чем отличается от собрания столетней давности. Правда, нынешнюю мирную демонстрацию нарушали звуки, похожие на выстрелы. Это на ветру лопались гелевые шарики. С трибуны политические партии и руководители региона поздравляли жителей города с майскими днями. Пожалуй, только пенсионеры по старой памяти выдвигали свои требования. Ульяна Истомина от Совета ветеранов выступила с предложением пересмотреть и усовершенствовать законы ЖКХ. В силу знаний и опыта мы не просто смотрим на жизнь, мы её анализируем. И этот анализ заставляет нас не всегда говорить ласковые слова. Настроение старожилов города Светланы Дуркиной и Тамары Носовой сегодня от политики далеко. Они больше вспоминают свой первый май. К ностальгированию располагает ясная погода, как и много лет назад. А цветов-то сколько было. Самодельные, правда, но так красиво было. А сейчас бедновато. Первомайский митинг для наринмарцев даже не дань традиции. Повод встретиться с друзьями, обсудить новости. Будем с семьёй, да, на природу. Молодёжь особенно. У меня многодетная семья, поэтому молодые пойдут на природу. Ну, я, может, поработаю. Впрочем, молодёжь на Первомай шагает тоже с энтузиазмом. Вспоминать и сравнивать им особенно не с чем. Для них нынешний праздник сродни семейному. Мои родители хранят дань памяти этому празднику. Мы ходим вместе на митинги, когда получается. Ну, они считают, что этот праздник достойен уважения. День труда, день, не знаю, день. Это же какой-то жизненный праздник. На смену митингующим на сцену вышли городские самодеятельные коллективы. Услаждать слух гуляющих. Ароматный дымок свежей жареного шашлыка привлекал в палатке с провиантом. Маёвка в Наринмаре удалась. Он пережил четыре ранения, но не утратил оптимизма и любви к жизни. Василий Петрович Самойлов – один из немногих оставшихся в живых участников Второй мировой. С наступающим праздником победы его поздравили представители окружной власти и Совета ветеранов. Ему скоро 90, но Василий Петрович не хочет замечать возраста. Любит танцевать, плавать и гонять за рулём Бурана. О войне рассказывает всем, кто интересуется. И каждый раз переживает всё заново, словно впервые. Говорит, со временем чувства только обостряются. Чем дальше уходят годы, тем быстрее вспоминаешь то, что будет. Я ведь часто ночью боюю. Сейчас встаёшь в весь сырой постель. В таком напряжённом, очевидно, состоянии находился именно в боевой обстоятельствах. Страшная весть о начале войны застала Василия Петровича в стенах Наринмарского педучилища. Только-только успешно сдал экзамены за первый курс, собрался домой в село на каникулы, и вдруг мирная жизнь в мгновение рухнула. Он тогда словно бы родился заново, и в переносном, и в прямом смысле. Потому что, как и многие сверстники, приписал себе возраст в заявлении о добровольной отправке на фронт. За пару минут он повзрослел на 8 месяцев. Об этом поступке солдат Самойлов ни разу не жалел. Хоть и служба давалась ему нелегко. Я очень счастлив, что остался жив. Всё-таки четыре раза меня ранило, последний четвёртый раз было. И остаться живым при том раскладе, который существовал в годы войны, когда каждый чехи не пришёл домой, а каждый второй демобилизованный или по ранению, или остался инвалидом. Сейчас Василий Петрович всё чаще рисует боевые действия на бумаге, а всё свободное время посвящает семи правнукам. А ветеране никогда не забывают, поздравляют с праздниками и просто приходят навестить. Вы после войны органично вошли в мирную жизнь. Вы много сегодня уже достигли. Я думаю, что это не предел, потому что с учётом вашего оптимизма, с учётом вашей жизненной позиции, вы вот только помогаете сегодня нам, молодёжи. Любого гостя Василий Петрович встречает одинаково, в приподнятом настроении. А 9 мая он сам станет самым желанным гостем. Екатерина Гончарова, Антон Водряков, телеканал «Север». Завтра, 7 мая, для всех ветеранов в детской иношеском центре «Лидер» состоится праздничный вечер, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Начало концертов в 16.00. Вахта памяти. Ненецкая ТРК и таксисты одной из наринмарских компаний организовали совместную акцию. 8 и 9 мая ветеранов Великой Отечественной войны будут возить по городу бесплатно. Комфортабельные машины, опытные водители, внимательное обслуживание. Вот что обещают извозчики в любую точку города и пригорода и в любое время суток. В магазин, в гости, на парад, да куда угодно. В эти дни любая поездка бесплатна. Заберут и доставят от двери до двери. Для организаторов акции это способ еще раз сказать спасибо. Выразить свое уважение к тем, кто знает о Великой Отечественной, не понаслышке. Идея пришла буквально одному-двум человекам, но она была охотно поддержана всем коллективом Ненецкой телерадиовещательной компании и, безусловно, руководством ТРК. Мы пригласили руководителя НМ-такси, недавно вновь открывшейся фирмы, и он охотно откликнулся на участие в данном совместном проекте. Два дня, 8 и 9 мая, круглые сутки, в любую точку города и пригорода. Такое в Наринмаре впервые. В организации 10 машин, а ведь ветеранов в городе меньше 20. Таксисты уверены, увезти смогут всех. Такая идея родилась давно, так как эти акции проходят давно уже в других городах. В России, в нашем городе, в городе Наринмар таких акций не было. И вот, мы уверены в своих силах, сделаем всё максимально комфортно и быстро. Действительно, в России такие акции не редкость. В Наринмаре бесплатные перевозки ветеранов, митинги, вечера встреч. Акции очень приятные. Во-первых, сейчас не все же ходячие. У нас только два или три человека, мы сами ходим, а то все уже не ходячие. Так что для нас это очень большой плюс, забота. Спасибо вам. На этом такси можно отправиться по любым делам. Количество поездок не ограничено. Заказать такси можно по телефону 8-911-575-75-78 и 8-911-575-75-79. Массаж, кислородные коктейли и лазерное прогревание. В Центре соцреабилитации набрали группу ребят, которые пройдут оздоровительные курсы. Социальные педагоги, психологи и медицинские работники подготовили насыщенную программу, которая помогает лечить практически любые осложнения после заболеваний. Это младшая группа. Здесь малыши развивают моторику, мышление и воображение через различные игры. За год педагоги формируют несколько подобных групп. В первую очередь в них попадают ребята с ограниченными возможностями здоровья. Дети возраста от 2 до 18 лет занимаются физкультурой и проходят индивидуальную программу по оздоровлению. Мне здесь нравится, здесь очень хорошие специалисты, где самая любимая процедура – это ванная. Курс реабилитации длится 18 дней. Физиопроцедуры, лечебная физкультура, социальные и психологические услуги и групповые занятия социальными работниками. Самая любимая процедура у ребят – подводный душ-массаж. С помощью специальной ванны возможно излечить многие недуги – радикулиты, нефриты, язвы, экземы, раны. Это лечебная ванна, подводный душ-массаж. То же самое действие – это классическое массаж. Только действие этого массажа в 10 раз эффектнее ручного массажа. Здесь происходит у нас массаж подводный, кислород. С кислородом здесь у нас массаж. Вот здесь вы посмотрите, какое давление. В следующем кабинете установлен специальный лазер для прогревания. Процедура безболезненная, но для непоседливых малышей весьма скучная. Это у нас светолечение, лазеротерапия. Ребенку укрепляем иммунитет, чтобы они меньше болели, эти дети. Кроме детей, в комплексном центре поправляют здоровье молодежь и люди преклонного возраста. Для сельских жителей есть возможность проживания в кризисном центре для семьи и женщин. С детьми инвалидами мы приглашаем родителей. Если у них есть желание, они всегда могут здесь оздоровиться. Причем я хочу сказать, что у нас уже есть такой звоночек. На следующую группу у нас будет ребенок инвалид с села. В центре работает более 70 сотрудников. Они оказывают существенную помощь детям. Чтобы записать ребенка в подобную группу, необходимо лишь оставить заявку и пройти консультацию с врачами. Власти Ненецкого округа планируют в дальнейшем оказывать помощь в трудоустройстве инвалидов и матерей, воспитывающих детей до трех лет. Постановление о реализации мероприятий по содействию занятости населения было принято сегодня на очередном заседании окружной администрации. Одна из главных задач – создать рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы все прекрасно понимаем, что работодатели к этому относятся не совсем охотно и в последнюю очередь эти вопросы решают. Хотя в законодательстве предусмотрено, в том числе и квитирование рабочих мест для организаций, которые подпределяют определенные условия. Ну, они идут на это не охотно, соответственно, принята была эта программа. Согласно целевой программе «Содействие занятости населения Ненецкого округа на 2013-2016 годы» предусмотрена помощь и для матерей, воспитывающих детей до трех лет. Речь об обучении их наиболее востребованным специальностям абсолютно бесплатно. Как показывает практика, программа дает хорошие результаты, поэтому окружные власти продлили ее еще на три года. Выучил русский, получил работу. В Ненецком округе началась подготовка к проведению тестирования на знания языка среди мигрантов. Напомню, с 1 декабря 2012 года вступил в силу закон, согласно которому иностранные граждане, желающие работать в сферах ЖКХ, розничной торговли, бытового обслуживания, обязаны подтверждать знания русского языка. В настоящее время составлен список тех, кто сядет за парты. Всего 20 человек. Конкретные сроки проведения экзамена на территории НАО еще неизвестны. Однако сотрудники миграционной службы планируют воспользоваться опытом соседних регионов. В Архангельске тестирование пройдет 14 мая. Там подтвердить знания русского языка пожелали 6 человек. Курировать экзамен будут сразу два вуза – Университет дружбы народов и Северный государственный арктический университет. Экзамен состоит из пяти частей. Традиционных частей – это устная речь, диалог с преподавателем по какой-то теме, аудирование, восприятие текста. Надо текст прослушать и понять его. Затем третья часть чтения – письмо. То есть человек пишет какой-то текст, значимый в практической деятельности, заявление, например, за списку. Ну и пятая часть – это проверка лексики и грамматики. Информация для автолюбителей. Об очередных изменениях сообщили сотрудники силовых структур. С 9 мая изменится срок добровольной оплаты административных штрафов. Он увеличится с 30 до 60 дней. Кроме того, с 3 до 10 суток увеличивается срок, в который сотрудники ГИБДД обязаны направлять судебным приставам постановление о неоплаченных штрафах. Документ также вносит изменения в наказание, предусмотренное за несвоевременную уплату денежных взысканий. Теперь неплательщиков будут наказывать не только рублем или арестом, но и привлечением к общественным работам. Рассмотрение дел о неоплате штрафов останется в компетенции суда. И еще важная информация для жителей округа. Завтра в первой половине дня будет произведен демонтаж моста через реку Куя. Транспортное сообщение между поселком Красное и Наринмаром восстановят только после ледохода. Обычно это происходит в первой декаде июня. Подробный материал об этом смотрите завтра в наших выпусках новостей. На этом я с вами прощаюсь. До встречи на севере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова